всем привет и ты попал на канал вилка а это значит что нужно ли себе взять печеньки готовится к лучшему время при прождению за день а мы продолжаем с тобой галактический футбол это третья серия третьего сезона опять-таки трижды 3d9 получает сается вот тебе вот здравый идет бодрый идет интересный идет 2 серии посмотрели активный идет самое главное хорошо нам что-то покажут тренировки показывают матчи показывают какие-то повороты событий показывают все очень интересующий легко все очень интересно немножко короче нас убавил на фоне футбола поэтому возможно в этой серии мы будем чуть-чуть потише волшебная энергия потока присутствует на каждой планете нашей галактики на аккеллиане и и называют дыханием мощь потока такова что применение его разрешено только в галактическом футболе самом зрелищном виде спорта во вселенной завоевав два галактических кубка подряд игроки команды snow kids стали настоящими героями футбольную лигу влились новые команды был организован межпланетный турнир как все эти перемены скажутся на команде сноуки ведь впереди еще много испытаний галактический футбол в предыдущих сериях мы что перехватывать нападающих совсем разучились не наезжай мы ведь нет и в защите я один разорваться мне что ли как уже сообщалось мэй знаменитый защитник сноукидз и двухкратный чемпион лиги перешла в команду шэдоус что мы друг другу уже все сказали добро пожаловать лорд феникс это большая честь трэн ущипни меня это сон это же серфинг я такое только по ящику и видел это моя гордость перед вами стадионы арена и купол великолепно джок я соболезную твоей утрате какая потеря для тебя и для всей команды я намерен победить в любом составе это слова настоящего чемпиона правильно ну 3 серия радушная парадизия то ли мы тихий сильно стали то ли мультик стал сильный громкий я вот об этом и говорил не не нормально нормально посмотрим попробуем насчет в себе угрозу всей галактики нам совершенно ничего не известно об опасностях что таит в себе смешение потоков в состязании необходимо отметить что на самой парадизии поток отсутствует и сама по себе планету угрозы не представляет вы забываете что мы очень мало знаем о парадизии и вообще ничего об этом лорде фениксе я согласен что сама парадизия угрозы не представляет но разного рода искажения возможны во время матча между смешанными командами да ваша светлость займите свое обычное положение в команде арча и держите совет в курсе событий было бы прикольно если бы они сказали парадизия вообще планета которая появилась из ниоткуда и лорд феникс супер богатый человек тоже появился изнят вот это вот там загадку бы на голову так это так и есть по сути ну нет нам так это напрямую не сказали нам сказали просто но обычная план обычная планета обычный мажор типа какой-то тайны я не прочувствовал и странно что именно только симбаи член совета тусит у арча остальные члены совета по идее должны в других командах быть чтобы все это тоже следить и контролировать да странно я понимаю пользу симбаи в первом сезоне они еще не знали что снова кис почему у них поток возобновился типа и симбаи удачным стечением обстоятельств там затесалась но во втором в третьем сезоне она как будто там уже не нужна вроде все нормально надо же свои медицинские обязанности не выполняет доброкачественно начинаем тренировку поехали я как умеет так-то ну наконец-то вы что-то умеете ахита я уж после сипервой серии думал все ребят есть поле прямоугольное на двух концах поле есть ворота они пинают в эти как его ну вот в эти знать в лунки которые находятся за полем либо сверху либо вообще в другой стороне они выпины будет мяч а потом во время матча удивляются почему игроки выпинывают мяч с поля и не могут попасть по воротам на то что их тренируют нет мне кажется это ну как тут роворота пустые толку в них бить потому что они большие это шутка типа была но это я понимаю в любом случае типа вот эти вот ну понятно что очень странных расположениях то по углам вот эти лунки но мне кажется лунки гораздо тяжелее попадать да потому что они вот такие маленькие ну да вот марк один поток показывает свой красивый потоку и как у меня тима идти тоже к нему пан а теперь играем против вам вас а можно стоящим вам а а а а а Получите! Жаль только, что это голограммы. Клэмп, в чём дело? Наверное, проекторы в полёте разладились, не знаю. Что у Клэмпа в этом сезоне всё ломается, то ли он может это будет какой-то подсказкой нам, что с этим острым что-то не так, что там может быть электричество вводится из строя. Может быть, как и была подсказка с полем во втором сезоне, что она сломалась, но может быть, но всё равно странно. Только Клэмп, походу, всё стыдно. Нам нужно обратить на это внимание. Да, запиши где-нибудь, я нам буду блокнуть. Кто-нибудь объяснит мне, в чём тут дело? Холома, отключай. Какой красивый! У него одежда другая. Наконец-то, у неё тут царизит в гавайской. Он красивый. Он красивый, наконец-то, аж красивый. Прости. А я только во вкус вошёл. Пока голограмма зависла, ты бы даже гол забил. Так, Сноукидз, тренировки продолжим, когда Клэмп отладит оборудование. Можете пока осмотреть Парадизию. Ура! Здорово! Класс! Юки, может, по набережной и прошвырнёмся? Давай. Ну и мы с вами, за компанию. Уйди уже, обойдётесь. Пошли. Ничего, конечно, сказать не хочу. Напоминаю, что между вторым и третьим сезоном четыре года прошло. Они реально, они вот играют в чемпионат галактический, потом четыре года, судя по всему, вообще не общаются друг с другом. Не видятся, не общаются, никак не взаимодействуют. Потом опять этот, соединяются такие, начинают вспоминать что-то. Потому что за четыре года уже с Юки не знаешь, что можно было сделать. Уже и предложение сделать, и ещё что-то сделать. А он как будто, знаете, вот там был вайп, они на аттракционы ходили. Четыре года прошло, он опять такой, может, на аттракционы. Ну, как бы, я не знаю, это немножко странновато. Их отношения не двигаются от слова совсем. Их отношения не двигаются только, когда мы за ними наблюдаем. Да-да-да, если вот сейчас их не показывают, всё, они такие, типа, знаешь, есть же такие существа, на которые ты смотришь, и они стоят. А когда ты не смотришь, они двигаются. И в ужастиках таких используют тоже. Они за кадр вышли, и всё, и встали. Мы сейчас камеру на них наведём, они опять пойдут. Ой, какие моды, ой, как ты его обнимаешь. Вот и одежду поменяем. Наконец-то, не зря жаловались. Ой, за лапки держатся, вы посмотрите. Зайдём в потерянный рай. А это что? Это известный безалкогольный бар. Присаживайся. Давай вкуса победы. Чувак из Невербола. Это какой-нибудь стандартный робот, который стоит везде в барах. И в Неверболе. И в Неверболе, да. Извините, больше... Иголы Рокет! Вот это вот был. Уже не держим. Один глоток, и посетитель швыряет остальное в меня. Два фирменных коктейля. Будьте любезны. Лайм, что ли? Новый кто-то. Кто это? Привет, Юки. Привет, Ксирия. Так вы что, знакомы, что ли? Ну... Электры знают всех лучших футболистов. Тогда вы и меня знаете. Вселучшие девушки. Включая вашу Юки. Да. Да. Мне показалось ли, вот только что сексизм где-то, да? Вот так вот повеяло. Вот это вот. Почувствовали все? Что за такое? За равноправие все лучшие девушки и мужчины, я считаю. Классная. Я не прощаюсь, Юки. Конечно. Увидимся. По-ту-по-тык. Ну и отлично. До встречи. Мы остановились в том же отеле. Я сижу и думаю, какую превьюшку взять? Столько превьюшек? Вот именно. Мне понравился вот этот робот с коктейльчиками. Мне понравился Арч в другой одежде. Мне бы... Нет, Арчи точно нет. Потому что Арч уже много раз был. Вот это вот делается. Вот это вот можно. Она новенькая. Новенькая. Вау. Она ничего. Симпатичная. У тебя все растаяло. Где? Так что вы подозрительные летают? Ребят, вам норма? Что такое? Вас взять на превьюшку? Что такое? Сидят. Они типа солнца не переносят, но пошли на пляж. Они что, это вампиры какие-то? Вон на хиты лежит в тран. Блин, это знаете, вот этот вот мем. Есть трех... Блин, змей Гариныч, короче. У него три головы. Одна голова такая типа серьезная. Вторая такая серьезная. А третья такая типа тупая. У нее глаза типа на искусе язык висит. Вот это почти едят. Это такой балуется. Балуется. Да, да, балуется. Смотрите, говорит, у меня рука горит. Так какой поток нам нужен? Как у команды Лайтнингс. А мне у Ксенонов поток нравится. Классный такой. А еще у Райкерс поток клевый. Металлический крик. А че циклопы вам не нравятся? А че этот в пляжный футбол никто не играет? Наши, наши. Хороший удар. Тоже забавно, короче, так смотреть. Нам показывают мега матчи на мега полях огромных просто. 10 километров бегут в одну сторону. Показывают пляжный футбол. Чисто метр на метр 6 игроков стоит. А в Неверболе как играли в коробке метр на метр. Там один на один хотя бы. Хороший удар. А может пожарем в команду эту Лундию? Мы же не знаем, как она играет. Брось. Видно же, что игрок опытный. Вот это Лундию? Да, видимо. Такую нам как будто не показывают. Как тебе? Если она так играет на пляже, то на поле она будет просто блистать. Вот и я так же думаю. Но совместим ли ее поток с дыханием? Это можно выяснить только на тренировке. Я бы предложил попробовать. У этого у Артавера тоже походу еще приколы с Шедвус остались. Он тоже лишний раз не рискует под солнцем, не стоит думать сгореть. Да, и я тоже. Они в одинаковых футболках. Он смотрит вся вселенная. Он смотрит вся вселенная. Он смотрит на генезисе. Галактическая футбольная лига дала согласие на проведение турнира на планете Парадизия. У нас в студии президент Лиги один. Правда ли, что у Лиги просто не было другого выхода, учитывая состояние стадиона на генезисе? Добрый день. Это, конечно же, не турнир за обладание кубком, но раз уж все правила использования потока организаторами соблюдены, мы решили позволить нашим игрокам принять участие. Каждый игрок Лиги имеет полное право отправиться на Парадизию для участия в турнире. Он мне тоже какого-то кота напоминает, короче. Не знаю какого, но какого-то напоминает. Я знаю какого мне напоминает. Из Золушки мультика. Люцифер. Не знаю. Не знаешь такого? Я вам сейчас всем покажу. У него, у этого кота как будто тоже то ли шрам на глазу был, то ли глаза не было, то ли железный глаз был. Какой-то такой кот мне, короче, он напоминает. Я вот на него смотрю и вижу этого кота. Вот так. Нет, не так. Вот у меня какой-то кот-то с кибернетическим глазом, возможно, был. Вот такой кот. Или кот с шрамом, не знаю. Вот видно. Какого-то такого напоминает, короче. Пусть победят сильнейшие. Ко мне без доклада не входят. Я просто хочу вам напомнить, что, как и обещал мой наниматель, наши роботы и оборудование лучше аналогов от техноида, и что все приготовления подходят к концу. Не стану с вами спорить. В процессе перекройки поверхности Парадизии планета снова обретет естественный поток. Бесплодные равнины станут обитаемыми. Вы расширите свою торговую империю. Ммм, пока все это лишь планы до обещания. Уверяю вас, они будут выполнены. Мой наниматель держит слово. И при этом он требует многого взамен. 80% всей прибыли. А я с чем останусь? Мой наниматель обещал вам власть. Она цены не имеет. Вы выполните свою часть сделки? Я дам распоряжение. Только бы все получилось. Я многое смогу, когда здесь будет поток. Очень многое. Ммм. Короче, наниматель на какой-нибудь Гэрис. Какой-нибудь Блэлок. Что-нибудь такое, наверное. Вот. Замут поняла, да? Типа, поток здесь они будут играть. Поток, возможно, возродится. И, типа, тем самым оживит планету. Что-то я хотел сказать. А, знаете, что меня это напоминает? Они такие, наши роботы лучше, чем этих нот. Короче, вот эти вот Xiaomi пошли, говори этот, воровать технологию от айфона. И такие, наши телефоны лучше. Посмотрим, оценим их роботы в деле тоже. Юки? Юки? Ты чего это? А ну давай, распаковывайся. Я прихожу к электром. Что? Что? Это шутка? Да как ты можешь? А, во мне ты подумала? Ты что, просто возьмешь и бросишь меня? Что за моду взяли? Я не понимаю. Вообще, одна решила сделать, и все-таки, а, чувак, можно было? И начали уходить массово. Что за дела вообще? Алло. Надо, наверное, сначала сказать Арчу, как минимум. Вот именно. Удите за честное решение. Сейчас, конечно, прикол будет, если она уйдет, никому ничего не скажет. И опять из новостей Арчу знает. Это, конечно, я думаю. Арчу надо по башке им всем, да? Вы взрослые люди, вам уже почти 25 вроде бы, как бы, четверть века прожили, а никаких, как бы, правил и уставов не знаете. Где ответственность? Да. Я понимаю. Что, вот теперь тебя на превьюшку брать с кофты этой? Нет, с кофты уже был это, Джок на первой серии. Ну вот, сейчас будет он. Нет, ну просто, она что, она такая, ей сказали самые лучшие девчонки, вот такая, нормально, там пацанов не уважают, я пойду к ним, вот ей вот это вот соблазнило, или что, или там вратарь нужен, и она такая. Ну здесь и так всегда Ахита стоит, типа, и там я буду, ну и что, ну Ахита тоже бывает плохо, и стоит, и тупит, и болеет, и поэтому нужно тоже его заменять время от времени. А мы что, вторую серию уже посмотрели, да? Добрый день, это третий. Ааа, вот я тоже смотрю, нет, ну просто я такая думаю, мы что, две серии уже посмотрели. Я думаю, это вторая просто. Нет, смотри, на первый был Джок с Майкой стоял, превьюшки вспомни, а на второй был Майк раз со слезами, так у него. Да, да, точно, точно. По привычкам только помнит. Майк, так и надо, прости, и постарайся понять, и правда очень хорошая, я уже все решила. Реши по-новой и оставайся со мной. Все не так просто, ты ведь понимаешь, я буду скучать, ты лучше всех. А поцелую будут, нет? Где вы это делаете? Мне надо объясниться с Арчем. А свитер оставишь? Вот смотри, с Арчем объясняться, пошла одна Арча по шапке и на давай сразу. Мне очень жаль, что так вышло, но Электро предлагает мне место вратаря. Отпустите меня. Вообще, какие Электро? Где предыстория? Почему мы просто узнаем новых игроков, новых каких-то существ, а они такие, как бы их нам показывают, как будто уже Электро сто лет существовали. Нет, нам показывали зачин этого всего, что он скрывал эту переписку между ними и вот этой синей женщиной. Ну да, ну понимаешь, они не удивляют, что какие-то новые существа футболисты, о которых... Ну вот как в прошлом сезоне ксенонов нормально подвязали, они такие, вот у ксенонов была война, поэтому мы их в футболе не видели там сто лет. А сейчас война закончилась, и они могут позволить поиграть в футболе. Здесь нету такого объяснения. Почему мы раньше их не видели в прошлом сезоне, в позапруг? Ну вот тут третья серия, сейчас об этом всем расскажут, кто они такие. Может быть. На время турнира. Да, такого я не ожидал. Глустит. Я понимаю, но ведь у вас остается ахита, а мне выпал такой шанс. Вижу, ты уже все решила. А как же команда? Я, конечно, все понимаю. Так вот, учитывая все обстоятельства, твоя просьба удовлетворена. Спасибо вам огромное, тренер. Жду тебя назад по окончании турнира. Разумеется. Ну, это типа, знаешь, это же... Да, это типа не галактический же футбол, это не чемпионат. Просто как бы в рамках одной его... Ну, просто как бы... Веселый старт, я бы так это назвал. Типа, и поэтому она такая, ну блин, раз веселый старт, а может я в другой команде бы приковываюсь. Пустила. Ты ослабляешь команду. Случай, что с ахито, как это уже бывало, заменить его будет неким. Бесполезно держать игрока в команде против его воли. А что до ахито, я думаю, он не подведет. Мудрые слова. Вы хотели меня видеть? Входи, Лунзи. Рад познакомиться. Он хочет ее завербовать к себе в команду. Поэтому он такой... Солю слабое звено, вот это вот Юки ваше. А, с другой стороны, Юки-то вратарь, а этот, наверное, либо в нападении, либо что такое. Вместо Мэй, возможно, ее как раз поставят. А, кстати, да. У нас уже свободное место. Вы не подумайте, я не считаю Юки слабым звеном. Это я так в шутку сказала. Как будто, типа, Арчи так. Не, ну ты какая-то должна была сказать, ну вот от этого слабого звена надо избавиться. И вот здесь вот S-джок. Да, да, да. Ты прекрасный игрок. Услышать такое от вас дорогого стоит. Пептичка, что ли? Это Артегор, второй тренер. Я про вас слышала. Лунзи, хочешь потренироваться с моими ребятами? И, возможно, если вы сыграетесь, вы идите на поле в составе команды на турнире. В составе Сноукидз? Конечно, хочу. Спрашивайте. Думаю, мы сработаемся. Тренер, я нашел нам игрока. А нам помр... Я не понял, что за солянка пошла. И тут, и там, и там, и тут. И вообще, блин, этот... Нет, даже это прикольно. Это интересно. Рокет, ты плохо умылся сегодня. Ты в курсе, у тебя лицо поплыло как-то сомнительно. Я бы тебя даже не узнала. Он такой балийский вайп у него тоже. Ты, по ходу, там что-то забил себе в бонг вот этот ваш балийский. Короче, короче, я что хотел сказать... А мне нравится прикольно. Интересно. Вот это вот новая участница, у нее мордашка симпатичная. И мне нравится, знаешь? Вот это вот Мэй такая... Ой, фу, снял кис, иду в шедвус. И этот... Юки тоже такая... Ой, я пойду вот коллектор. А эта сразу такая... Сноу кис, играть? Да, конечно. Вот у нее прям чувствуется этот драйв. Вот так надо любить свою команду. Вот так нужно нанимать на работу. Вот так надо хотеть играть с лунки. Блонди, она из Вамбос? Я знаю. Юв, она уже согласна. Рокет, ты опоздал. Инфа старая, конечно. Хорошо, что тренер взял лундию. Команда меняется. Не уверен, что к лучшему. Я с ней играть не хочу. Почему? Есть причины. Смотри на нее, как на игрока. Потому что это Рокет побежал ее приглашать. У тебя ревность проснулась. Мать, вы 8 лет... Да, она вроде умная. Вы 8 лет с Рокетом и вы до сих пор как бы не женаты. Держу в курсе. Как бы пора бы что-то уже серьезное в меру совершать. Она мне не соперница. А играет она классно. Вот разве что поэтому. Внимание, команда. Прослушайте небольшое сообщение. У нас снова потери. Юки перешла в электро. Это ни в какие ворота не лезет. Что это за команда? Люди уходят, когда им вздумается. Это ее дело, Джок. Не кипятись. Нашелся защитничек. Ты и сам уже сбегал. Мне пришлось уйти. Да что с тобой говорить. Ну, хватит. Начинаем тренировку. Опа. Что танцы пошли от голограмм. Что это? Есть что-то в этом. В танцах? Да. Такие титанши конечно. Что-то уже поток пробудил или он был? Был наверное. Она же такая оперная. Джок, Джок повнимательнее. Простите, тренер. Это все ее поток. Ты с ним неоднократно встречался. Сосредоточься на игре. Блин, так бегут. Страшно. Просто, знаешь, я подумал, если поток можно использовать только в галактическом футболе, а она... Я честно не помню, была ли она в команде представителей ее расы. Вамбас. Да, Вамбас галактического футбола. Если она не была, то она нигде не могла его использовать. А если бы она использовала, то ей бы полбук надавали за это. Ну да, да. Вот. То есть в рамках футбола же только можно. Поэтому откуда он типа появился, если он был до этого, ну конечно странно. Ну будет лично, если она была. Да, если она была, она возможно была. Как бы я там из Ванбас всех не помню. Средненького помню, только Белабрисов. Вот. И соответственно, если бы она там была, то нормальная логика. А зачем у тебя гланды, гланды? Ты кричи, останавливай криком. Какая сари. Тия, как тебе её поток? Сыграетесь? Да. Конечно. И не сомневайтесь. Попробуем её в нападении. Тран, играем переход из защиты в нападение. Готово. Готово. Давай. Ну чего ты? Это же классный игрок, сам видишь. Ничего я не вижу. Как знаешь. Готово. Он какой-то этот консерватор. Он плохой капитан. Он не может подстраиваться под изменения. Он адаптируется к изменениям. Да, он не принимает новшества. Он такой. Ну вот мы как играли, сто лет. Я привык, что мы вот такой командой. Вот и всё. И больше никто не может уйти. Мы вот пинали вот эти мяч из желудка осла. Всё. Никакой голографический мяч нам не нужен. Хорошо, Лунзи. Просто отлично. Продолжаем. Понял? Вот да, смотрите. Ой, это вот красивый. Мне нравится. Такой момент тоже, что они первый матч с Шедоус очень сильно проиграли. Прям очень сильно. Они как будто вообще четыре года не играли больше. Мои проиграли. Вот. А здесь нам показано. Они два-три раза потренировались и они уже выигрывают нормальный голограмм. Ну пусть голограммы, но голограммы тоже сильные, мне кажется. Их там программируют нормально. То есть вот два раза поиграли, два раза вспомнили чё кого и нормально начали играть. В чём проблема до этого было Шедоус выиграть? Непонятно. Тренеровок не было. Вот это по-нашему. Чё, сразу гол? Сразу в ворота? Нет? Вот это капитан. И выпнул мяч куда-то вообще непонятно куда. А вот он профессиональный зазнавшийся игрок из матч звёзд. Помните такую? Сейчас на него Арч наорёт. Вот я надеюсь. Арч тоже что-то в этом сезоне какой-то ватный стал. Он такой, да-да-да. Да-да-да. Ему скажут, Арч, ты дурак. Он скажет, да-да-да. Он вообще, мне кажется, уже не умеет нет говорить. Это старость. Тоже надо полагать, что ему уже, наверное, под 60. Не хочет нервы колошматить. Ой, как она красиво это делает, ты посмотри. Нормально. И мы постоим, да-да, стойте. Это тебе не на пляже. А почему ему никто не сказал, когда он мимо ворот у него мяч улетел из-за поля? Почему ему никто не сказал? Это тебе не на пляже. Он всех новичков так задирает. Не всех Марка не задирал, я помню. Джок, тебе плохо, что ли? Чего? Ты, блин, против кого играешь-то? Он один играет. Сам за себя. Давай, мы играем. Красава. Оттолкаться зачем? Не в бирюльке играем. И кончай на Лунзи наезжать. Пойми, наконец, что ты не пуп земли. Правильно, хотя бы Рокет пусть его читает. Джок. Ты же капитан, твоя задача сплачивать команду. Вот именно. Окей. Понял, понял. Не понял. Отдай ленту. Что скажешь? Поток у нее приличный. Временами выходит из-под контроля, но с ребятами она сыгралась. Ее поток удачно дополняет дыхание. Ну какая красотка. Они прекрасно сочетаются безо всяких помех. В этом ведь и есть смысл смешанных команд. Хорошо, что ты вернулась. Я и сама рада. Добро пожаловать. Благодарю. Ну, кстати, вот они подвязали то, что ее не было, видимо. И сейчас, опять-таки, общество поток что-то заподозрило, и поэтому ее отправили. Ладно, это нормально, служит есть. Доктор Симбай! Госпожа, вы вернулись? У меня как раз нога болит. А у меня спина. Голень не посмотрите. Я без вас скучала, симулянты. Классно, да? Да, классно. Настоящий футбол. Со всеми его плюсами и минусами. Да, я тебя понимаю. Сноу Китс, вперед! Отлично! Турнир вот-вот начнется, и мы тут же проиграем. Ну что, хотите проиграть? Джок, возьми себя в руки. Все отлично поработали. Лунзия, добро пожаловать в команду. Спасибо. Я не подведу. Поздравляем! Качать ее! Уху! Джок, надо поговорить. Надо! А что такое? Ты еще хочешь быть в команде? Ты уволен. Мои вопросы. Конечно. Тогда веди себя подобающим образом. Откуда в тебе эта заносчивость? Мне такое в команде совершенно не нужно. Либо прекрати цепляться к Лунзии, либо отправляйся на Киллиану. Простите. Больше не повторится. Впереди у нас много игр, и команде нужен капитан. Иди отдыхай. Я понял. Блин, он так-то нормально сказал. Нормально, все по-форсу. Он, конечно, резко сказал о том, что, типа, ты еще хочешь быть в команде? И это было резко в том плане, что Джок такой, нет, не хочу. Он тогда было бы неожиданно ярче. Не хочет и не хочет, пусть гуляет. Но то, что он ему пригрозил, такое, типа, не будешь больше играть, если будешь таким. Правильно делает? Правильно. Отправляйся на Киллиана. Не слишком ли ты с ним круто обошелся? Или ты хочешь, чтобы из команды уходили все игроки? Но нет, не хочу. Джоку больно, сейчас ему нужен пряник, а не кнут. Ты прав. Какой пряник? Твердость тоже нужна. Ну, сам как пряник. Попосли пенится. Только пряников ему давай. Ты чего? Ты просто паршива мне. А что такое? Даже не верится, что Мэй ушла из команды и от меня. Что было, то прошло. Хватит киснуть. Пошли на пляж. Развеемся. Что ж, пляж так пляж. Как на Киллиане, правда? Только льда нет. Кто первый? Вон до того острова. Я первый. Майк Райс, тебе меня не обогнать. Выключить камеры? Что за наказание? Везде эти спортсмены. Кошмар. Какое совпадение случайное? Мэй? Плохо дело. Сенсация. Джок, Джок, минуточку. Только один вопрос. Рекомментируйте новости. Джок, один вопрос. Джок, что вы испытываете? В каком смысле? Да ладно, скажите. Вы что, не слышали? Да, об этом уже вся галактика судачит. Да о чем? Он не в кур... Какой он классный, вот. На, даже. Видите ли, у Мэй роман с синедом. Что? Так что вы испытываете? Переживаете? Это отразится на вашей игре? Мне пора. Джок, подождите, ответьте на вопрос. Всего один вопрос, Джок. Вход только спортсменам. Романтические отношения между бывшей защитницей Сноуки и Смэй и капитаном ее нового клуба Синедом. Майк Райс, и ты туда же. А что он-то? Он здесь что, с пультом сидит? Это бар, алло. У бармена есть пульт, он включает. Там обычно один тот же канал вообще работает. Докопался вообще ни за что просто. И ты туда же. Что ты-то, это твой, это бар Майкайс, он сам включает здесь шоу, это что? Извини, я прогноз погоды послушать хотел. И легким флиргертом это никак не назвать. Эй, слыхали про Мэй и Синеда? Привет. Ну все. Да пока, все, хватит, иди, иди, давай. Как же я его со спины-то не узнал? Да ладно. Но сами себя не похожи. Вся галактика уже знает, что она его бросила. Качок. Купая фраза, на самом деле. Вся галактика уже знает, что она его бросила. Нормально, давай досмотришь, что я его бросил. Сейчас пригласит к себе код Базилио. Да, код Базилио. Бежок, рад тебя видеть. Давай прокатимся. Ты вот к дядькам богатым в машину не залезай, иначе непонятно, что с тобой будет. Да, так делать нельзя, музыка вака играет. Реально, без шуток никому в машину в машину не знакомо, с ними не разговариваем, машин никому не садимся. Блин, где-то, вот это хочу. Что бы вам там ни наговорили, никому и ни с кем не общаемся. Хорошая серия. Серия вообще пустая. Нормальный сюжет. Это действительно соня прям вообще. Да, я не знаю, что им там не нравится. Мне все нравится. Очень смешно. Очень смешно. Серия кекушная вообще, блин, где мой любимый кадр этой серии. Тут, короче, циклоп козырный был. Да, очень классный. Ты о чем? И был прикольный момент, где Арч с роботами стояли. Короче, что-то я хотел сказать. И где шеду сидели под зонтиками. Короче, вот знаете, да, вот за два сезона Джок был иногда адекватным, иногда неадекватным. Но общее впечатление к этому персонажу такое, что у меня вообще нет никакого к нему, к сожалению, если честно. Типа он нас тут... Да, бывало время у него, что он нормальный, но как будто это время, оно совсем чуть-чуть. Он часик нормальный и 20 лет ненормальный. Потом опять часик нормальный, и опять 20 лет ненормальный. Что-то типа такого. И поэтому этот персонаж, типа, и ты такой сидишь, он такой, ну плевать на тебя. Ну вот даже как будто... Он просто неприятен сам по себе. Да, и ты такой сидишь, и вообще никакого сожаления к нему. Ты такой, ну так тебе и надо, в принципе. Это как бы... Он просто вокруг всех винит, ну как бы... Так может проблем в тебе? как бы, да, кто-то вообще может подумать, может он подумает я вообще майк, распылит, прилетел, не за что просто сидел, пил там огуречный коктейль, эту новенькую я пока именю Лунзера Ланзера какую-то, тоже просто нормально играет, хорошо играет, ну прям здраво, с потоком сразу у них в команде, тоже ему что-то не нравится, докапывается, выпендривается ну ты сам себе так ведешь, что возможно вообще не профессионально не по-битански да, то есть никакого сожаления к тебе нет из-за этого возможно сам негатив к себе притягиваешь своим поведением, всякое такое, так что вот честно, на него вообще плевать такая серия прикольная, смешная забавная, у меня столько в голове превьюшек я не знаю какую выбор каждая серия, прям каждый матч походу, как будто бы каждый вообще движ какой-то лист мне еще знаешь, что кажется, почему так смотрится легко потому что нам сменили локацию и нам показывают это не Генезис, не Акеляна да, и нам все время все такое темное было, вот они либо тренируются, либо матч играют либо тренируются, либо матч играют и Саня гоняется с пиратами там за плейлоком это все происходит в одних локациях да, типа нам показывают город вот эти вот их летающие машины трассы, аэропорты вот это все а здесь нам показывают солнце пляж, разные локации ну, может быть тренировки их показывают и персонажей новых водят постоянно и поэтому очень интересно у них даже ожерелье одинаковое да, это космой короче, классная серия спасибо за просмотр обязательно поддержи канал подписывайся, ставь лайк оставляй комментарий пиши, как тебе серия, как тебе реакции залетай в Телеграм у нас там общение, анонсы подписывайся на Бустер ранний доступ, эксклюзивы и увидим с тобой в следующих сериях всем пока пока-пока